Вышивание – дело серьезное. Сегодня шесть юношей и девушек из Московской области в рамках областного чемпионата для инвалидов Обилимпикс определялись сильнейшего в компетенции в вышивании. Региональный этап проходил на базе школы номер 18. Подробности в репортаже Инны Шейниной. Серпухович Максим Силин впервые принимает участие в чемпионате Обилимпикс. В России он проходит уже в шестой раз. В родной школе и стены помогают. Дело это для Максима новое. Первые стишки под руководством своего учителя он сделал совсем недавно. То, что я там буду участвовать, вообще для меня было полной неожиданностью. Это будет очень интересный опыт, я точно знаю. Это достаточно сложно, особенно с моей мелкой моторикой, но возможно. Педагог Максима уверена, это пригодится молодому человеку для самоутверждения и самоопределения. В первую очередь это профессиональное самоопределение. Во-вторых, это профессиональное образование. В-третьих, и причем, наверное, это самое главное, это трудоустройство, потому что также к этому чемпионату привлечены работодатели, которые заинтересованы в профессиональных кадрах. Участников чемпионата, школьников и студентов встречали волонтеры, учителя школы номер 18. Ребята делают первые стишки, они только приступили к работе. Через три часа у школьников должен получиться вот такой вышитый рисунок, а у студентов вот такой образец. Еще одна серпуховичка – участница чемпионата, более опытная рукодельница. Она уже побеждала на городском и областном этапах конкурса «Обилимпикс» в компетенции вязания. Девушка мечтает стать нейрохирургом, а пока решила попробовать вышивать. Я только недавно начала вышивать, где-то, может, месяц-два назад. Мне очень нравится. Попробовать себе в чем-то новом, интересном. Победителем среди школьников стала Полина Сучкова из «Балашихи». В номинации «Студенты» лучшей была Екатерина Романчук. Я ехала и настраивалась быть в числе победителя. Школа номер 18 не случайно выбрана площадкой для проведения регионального этапа конкурса «Обилимпикс». Мы заявились как площадка проведения данного фестиваля «Обилимпикс». Это только начало. В нашей школе созданы все необходимые условия для того, чтобы здесь обучались инвалиды. И пандусы, и туалеты, и лифты, также стоянка для инвалидов. Поэтому основная задача, чтобы дети-инвалиды учились наравне с обычными детьми в общеобразовательной школе. И, конечно же, то, что у нас работает педагог Анечкина Татьяна Николаевна, которая является экспертом данного фестиваля, прошло необходимое обучение для работы с такими детьми. Это тоже одно из главных приоритетных условий. В дальнейшем школа номер 18 готова принимать участников чемпионата «Обилимпикс» и в других компетенциях.